Всем привет! У микрофона Рома Лерии. С момента последнего выпуска передачи произошло очень много интересного. Например, в Америке в Чёрную Пятницу в построждественские распродажи различные прилавки с играми для Xbox были просто-напросто сметены. Люди огромными количествами скупали диски по стоимости пиратских версий наших. Ну, что довольно-таки понятно. Также ещё прошёл у нашей любимой маршки России Игромир, где молодые люди смогли посмотреть на красивых девушек, оценить их, а также оценить лучшие игры 2011 года. Ну, а теперь, я думаю, самое время перейти к самой передаче. Это второй в выпуске, если вы не заметили. Современный игрожур. Кино. А вот это видео уже посвящено багу, который нашёл один из пользователей в игре Red Dead Redemption. Как он говорит, это женщина-осёл. Собственно, этот баг мне, это видео, прислал ReaperGamer. Очень меня позабавило. До сих пор, лично я так и не могу понять, как это происходит. Но, видимо, каким-то образом модель лошади или осла в данном случае и человека, опять же, женщины в данном случае, даёт тут такой эффект, что Джон Марсон теперь имеет возможность ещё и прокатиться на женщинах или мужчинах. Весёлый баг такой, необычный. Если можно присмотреться, хоть качество у него и плохое, но можно увидеть, что лицо у женщины совсем не человеческое, а больше такой какой-то ослицы. Отличный баг. Думаю, вам стоит посмотреть видео хотя бы ради тех комментариев, которые оставляет, пока его записывает сам автор. Го, донки-леди, го! Дай нас в дом, в который мы никогда не видели! Я буду снять ее. Уверен, многие из вас, когда играли в Metal Gear Solid 3, удивлялись, насколько хорошо Оцелот управляется со своими двумя револьверами. Эти все его фокусы, причуды, техника. Но это, скорее, всё-таки техника, какие тут фокусы. Хотелось ли вам научиться этому самому в реальной жизни? Уверен, что так. Ну так вот, одному человеку удалось всё-таки абсолютно полностью научиться тем же движениям, которые научился Оцелот. У него абсолютно точечно, прямо синхронно с звуком, который происходит в этом видеоролике, как вы можете сейчас увидеть, он абсолютно так же умеет проводить все те же трюки с револьверами, как и Оцелот. Потрясающая техника, которой, как он говорит, обучался целых два года. Стоим посмотреть полноценное видео. Оно просто великолепное. И, видимо, это станет уже какой-то такой приятной традицией, что последний видеоролик будет что-то типа рекламы какого-то одного из каналов, которые мне очень интересны. В данном случае я вам предлагаю посмотреть, если вы ещё не видели, прекрасное видео, посвящённое Metal Gear Solid 3, продолжая тематику данной видеоигры, от известного многим из вас пользователя Риджита, которое называется «Я свободен», ну, которое, собственно, сделано под песню Валерия Кипелова «Я свободен». Очень хороший монтаж, качественно всё сделано. Абсолютно уверен, что вам стоит обратить на данный видеоклип, я даже назову внимание, если вы этого ещё не сделали. Надо мною тишина, небо полное огня, свет проходит сквозь меня, и я свободен вновь. На этом всё. Всем вам спасибо за внимание. Если вам понравилось данное видео, то буду очень рад, если вы поставите лайк под ним, также подпишитесь на канал, если вам это интересно. Теперь внимание. Если вы хотите прислать своё видео, как было изначально оговорено, у меня ещё в первом выпуске, то теперь это вы можете сделать в группе ВКонтакте, через личное сообщение мне на YouTube. Я его посмотрю, и наверняка, если с вашей стороны будет хоть какая-то активность, ваши видео попадут. А так мне пока приходится выбирать самое интересное самому в поисках бездонных просторов YouTube. Ну так, пока что на этом всё. Теперь уже. С вами был Ром Валери. До скорых встреч. Надеюсь на вашу помощь и поддержку в плане того, как развить этот проект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин